Сегодня Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении и направила на рассмотрение Конституционного суда проект внесения в основной закон изменений, касающихся децентрализации. На первый взгляд, киевская власть пошла навстречу республикам Юго-Востока. Но в Донецке и Луганске уверены, поправки в Конституцию носят временный характер, не учитывают позиции ДНР и ЛНР и, более того, нарушают Минские соглашения. Сам инициатор поправок президент Порошенко заявил, что Украина останется унитарной. О том, кому выгодны декоративные изменения и что говорят об этом в Киеве, Екатерина Воскребенцева. Едва начав работу, Рада уходит на перерыв. В повестке дня поправки в Конституцию, но большинство депутатов документа в глаза не видели. Нам раздавали один документ, который разработала специальная комиссия, а теперь президент внес свои поправки. Мы их получили только рано утром сегодня. С конституционной реформой Киев тянул как мог. Больше полугода после подписания соглашения в Минске создавали комиссию по ее подготовке, потом согласовывали правки с Венецианской комиссией. Вот буквально за ночь изменили проект. Децентрализация власти, да и тот частичная, прописанная теперь не отдельно, а в самом основном законе, но в так называемых переходных положениях. Отменены которые могут быть в любой момент, но и там, по сути, ничего нового. Украина была, есть и будет унитарной державой. И проект Конституции не предусматривает, как сегодня писали некоторые СМИ, никакого особого статуса Донбасс. Там его просто нет. Проект предусматривает особый порядок формирования местного самоуправления в отдельных территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, что закреплено отдельным законом. Я уверен, что этот проект ни одной запятой не выходит за рамки минских договоренностей. За выступлением президента с почетной трибуны внимательно наблюдает Виктория Нулан. Помощник госсекретаря США накануне провела воспитательную беседу с Петром Порошенко, после которой и появились новые поправки. Запад, кажется, уже не может игнорировать то, что Киев даже формально не следует заключенному в Минске соглашению. Как после встречи напишет в соцсетях депутат Оксана Сыроед, на украинские власти оказывалось колоссальное давление. Сам Порошенко на такие публикации реагирует нервно. На нас, и это я хочу сказать всем писакам в соцсетях, на нас, на украинскую власть и на меня, как на украинского президента, никто не давил. Давить не может и не сможет. Просто наши западные партнеры выражают вполне законное беспокойство исполнением минских договоренностей. Обеспокоить старших товарищей Порошенко явно не хочет. За ходом дискуссии вокруг предложенных им поправок наблюдает, нервно перебирая пальцами. А выступление радикала Лешко, не пожелавшего компромисса с Луганском и Донецком, и потому отказавшегося голосовать за изменения Конституции, слушает с нескрываемым раздражением. Не нашим европейским друзьям жить по этой Конституции, а нам. И нам решать, какой она будет. Тем, кто убеждает нас голосовать за особый статус. Я хочу ответить словами. Еще не умерла Украина ни слова, ни воля. Я знаю много патриотичных песен. И моя жена говорит, что я хорошо их пою. Но, дорогие мои, стране сейчас нужны не стихи, песни или исполнение гимна. В стране нужны конкретные дела, реформа и децентрализация, которые сберегут нашу матушку Украину. А вот теперь давайте споем гимн. И вот зараз давайте заспеваем гимн. Еще не умерла Украина. Рады в импровизированном конкурсе певческих талантов. Участвуют с восторгом. Ну а главным, согласованы ли поправки с представителями контактной группы, выступающие молчат в ДНР и ЛНР. Между тем, новый документ называют имитацией соблюдения Минских соглашений. Ничего с нами не согласовывалось. Это все делается в одностороннем порядке Украины для картинки. Манипулятивный абсолютно процесс, который вот на сегодня вот в таком вот виде. Если вся эта гора бумаги будет подписана, то это окончательные похороны документа, именно как комплекс замех. Киев это не смущает большинством голосов. Рада президентские поправки в конституцию одобряет. После этого документ направят в конституционный суд, а потом вновь вернут на рассмотрение в парламент. Так что видимость активной деятельности по мирному урегулированию конфликта в Донбассе можно будет создавать еще какое-то время. Слава Украине! Браво! Екатерина Воскребенцева, Артем Расказихин, ТВ-центр. Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В беседе, состоявшейся по инициативе нидерландской стороны, обсуждался ход расследования крушения малайзийского Боинга в Донбассе в июле прошлого года, сообщила пресс-служба Кремля. Президент разъяснил российскую позицию относительно преждевременности и контрпродуктивности призыва ряда стран, включая Нидерланды, учредить международный трибунал для уголовного преследования лиц, причастных к катастрофе. Россия считает, что для принятия решения о судебных механизмах необходимо завершить международное расследование, которое должно быть тщательным и объективным в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Украина не закрыла воздушное пространство над районом ведения боевых действий на востоке Украины до катастрофы Боинга из-за своей алчности. Об этом заявил сегодня на брифинге замглавы Федерального агентства воздушного транспорта Олег Старчевой. По его мнению, после начала так называемой антитеррористической операции на востоке Украины Киев должен был ограничить полеты над Донбассом. Но он не сделал этого, так как не хотел терять денежные средства от закрытия воздушного пространства. Старчевой сообщил, что Москва передала голландской стороне все данные о крушении малазийского Боинга, включая снимки со спутника и информацию с радиолокационных станций в Ростовской области. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему готова направить своих специалистов и оборудование для оказания помощи международным экспертам. И отметил, что в отличие от нашей страны, США и Украина отказались обнародовать информацию по катастрофе. Он призвал Международную комиссию внимательно изучить все факты и не искать сведения, подтверждающие выгодные отдельным сторонам теории. Российская сторона никогда не продвигала какую-либо одну так называемую свою версию. Сейчас есть большое количество данных, исследований, расчетов специалистов, говорящих в пользу различных причин крушения. Могу сказать, что сам вижу, как факторы, указывающие на поражение самолета ракетой «Земля-воздух», так и на ракету «Воздух-воздух». Такие факты налицо и они присутствуют. Следственный комитет России располагает данными о том, что малайзийский «Боинг» был сбит над Донбассом ракетой типа «Воздух-воздух». У нас есть данные, в том числе основанные на результатах экспертиз, что самолет как раз был сбит ракетой типа «Воздух-воздух». Более того, вот эти же эксперты и предполагают, что установлен и тип ракеты, и что характерно, сама эта ракета не российского производства. И все это просто лишний раз подтверждает показания важнейшего свидетеля, Евгения Агапова, проходившего военную службу в должности механика авиационного вооружения 1-й эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины. Греция добилась выделения экстренного кредита в размере 7 миллиардов евро. Краткосрочный займ будет направлен на поддержку финансовой системы страны до выделения ей основного массива финансовой помощи 86 миллиардов. Тем временем, принявшему жесткие условия кредиторов правительства Алексиса Ципроса приходится всячески оправдываться как перед парламентом, так и простыми гражданами за обманутые надежды. Оксана Фомичева подробнее. Парламентское «не», то есть «да» в противовес народному «охи», «нет», прозвучавшему 5 июля. Ультиматум европейских кредиторов принят большинством голосов. И теперь Греция обязана в срочном порядке провести ряд жестких структурных реформ национальной экономике. В обмен на это пока только обещание европейских партнеров начать переговоры о третьей программе помощи Афинам общим объемом до 86 миллиардов евро на три года. Среди проголосовавших против, экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. Он ушел в отставку, как только стало понятно, что унизительного соглашения с еврокредиторами избежать не удастся. Оправдываться в парламенте за сделку с ЕС пришлось уже его преемнику. Это решение навсегда останется для меня тяжелой ношей. Я не знаю, правильно ли мы поступили, но мы сделали это, потому что не было другого выхода. Мы не считаем это соглашение хорошим. Я предлагаю подумать, как обличить участь нашего народа. Перед тем, как сказать окончательное «да» условиям кредиторов, премьер-министр Греции также выступил перед парламентариями с покаянной речью, без ставшей уже привычной беззаботной улыбки на лице. Главной мысль, сказанного цифросом, в данный момент другого выхода для спасения экономики у страны нет. Пять месяцев мы вели тяжелую борьбу. Мы совершали ошибки, но я горжусь тем, что сделано ради нашего народа. Сейчас у нас есть выбор. Первый вариант – принять соглашение, хотя лично я категорически не согласен. Рядом его ключевых положений. Второй вариант – дефолт. Не буду описывать его последствия, мы все хорошо их знаем. Третий вариант – выход из зоны евро и переход на национальную валюту. Да, по отношению к Греции это шантаж. Но если вы можете предложить иной вариант, я готов его выслушать. А вот народ Греции слушать предложения и обещания чиновников больше не в силах. Свои недовольства действиями правительства, чувствующие себя обманутыми, жители Афин, вымещают на офисах банков и витринах дорогих магазинов. А ночью устроенный профсоюзами митинг, перерос столкновения с полицией. В ход идут уже не только камни и бутылки с зажигательной смесью, но и огнестрельное оружие. Среди пострадавших четверо полицейских и двое французских журналистов. Десятки участников беспорядков задержаны, но прекращать протесты греки не намерены. В последнее время уровень жизни в стране только падал. Теперь доходы людей станут еще меньше. Зарплаты и пенсии будут сокращены. Налоги значительно вырастут. До Брюсселя звук выстрелов на улицах Афин, конечно, не долетает. Там решение греческого парламента приняли благосклонно и заявили, что Греция вполне удовлетворила требования еврозоны, необходимые для начала переговоров с международными кредиторами. Это соглашение по-настоящему европейское. Это компромиссное решение, принятое на благо Европы. Греческий парламент подтвердил это сегодня. 229 голосов за и всего 64 против. Можно расценивать как четкий сигнал о том, что Афины готовы сотрудничать. Свой шаг на встречу уже сделала и Еврогруппа. Достигнута принципиальная договоренность о первом бридж-кредите Афинам на 7 миллиардов евро. Правда, решение о непосредственном переводе денег последует только после утверждения помощи Греции в ряде европейских парламентов. В первую очередь в немецком Бундестаге. Правительство России расширило число предприятий, которые теперь можно будет отнести к малому и среднему бизнесу. Как сообщил сегодня на заседании правительство Дмитрий Медведев, принято решение в два раза увеличить нормативы предельных значений выручки для юридических лиц и индивидуальных предприятий, и согласно которым их можно приравнять к той или иной категории. Восстановление подготовлено в рамках антикризисного плана правительства. Отныне к микропредприятиям будут относиться субъекты с годовой выручкой до 120 миллионов рублей. Малыми будут считаться те, которые зарабатывают до 800 миллионов. Наконец, к среднему бизнесу можно отнести тех, чья выручка не превышает 2 миллиардов рублей. Таким образом, большее число компаний сможет пользоваться теми преференциями, которые государство предоставляет такому бизнесу. Ну, это, прежде всего, доступ к государственному заказу, финансовая поддержка в рамках различных программ и ряд других инструментов. Первое официальное мероприятие Чемпионата мира по футболу 2018 года, которое, напомню, примет наша страна, состоится уже 25 июля в Санкт-Петербурге. Там пройдет предварительная жеребьевка команд-участниц первенства. Сегодня об этом на пресс-конференции в Москве сообщил Виталий Мутко. Глава Минспорта также презентовал информационно-туристический портал для болельщиков будущего футбольного праздника. Он станет своего рода путеводителем по России для каждого, кто собирается посетить нашу страну в дни чемпионата. Журналисты поинтересовались у главы Минспорта, какие структуры будут рассчитываться с бывшим тренером российской сборной Фабио Капелло за расторжение контракта с ним, и кто теперь сможет возглавить национальную футбольную команду. Как подчеркнул Мутко, неустойку итальянцу выплатят из средств РФС, а сборную, по его словам, будет тренировать отечественный специалист. И Талий Мутко отметил, что сокращение бюджетных расходов на подготовку к этому мероприятию не планируется, а основная масса средств пойдет на развитие инфраструктуры. 70% денег направляется на инфраструктуру, модернизация 15 аэропортов, два мы уже ввели, вы знаете, вот Самара мы буквально месяц назад ввели аэропорт, и другие аэропорты будут реконструироваться. В Ростове-на-Дону построен современный, идет строительство, я был там месяц назад, просто дух захватывает, какая-то мощная стройка идет, там будет современный европейский аэропорт. Это важно, дороги, 4 станции метро, это все, и всего только 30% у нас партийную инфраструктуру. Ученые НАСА обнародовали первые снимки поверхности Плутона в хорошем разрешении. Они сделаны космическим аппаратом «Новые горизонты», который добирался до планеты почти 10 лет. На кадрах запечатлена гористая поверхность. Она состоит в основном изо льда, а не из камня, как считалось раньше. По оценкам исследователей, это самые молодые горы, которые известны в Солнечной системе. Им около 100 миллионов лет. Теперь ученым предстоит выяснить, какие процессы привели к формированию такого рельефа. Напомню, Плутон был открыт в 1930 году американским ученым Клайдом Томбоя, считался полноценной девятой планетой Солнечной системы. Но в 2006 году, после долгих дебатов, Международный астрономический конгресс вычеркнул Плутона из списка планет. Для сравнения, его диаметр почти в полтора раза меньше, чем Луна.